Головокружительная карьера композитора «Признание в родной стране» и «Успех в Голливуде». Для аргентинца Эмилио Каудерера его путь к вершине начался 1 сентября 1974 года в далеком от Буэнос-Айреса и чужом тогда Киеве. Самое важное в жизни – выбрать то, что ты любишь, и полюбить то, что делаешь. В 8 лет маленький Эмилио понял, что больше всего на свете он любит заниматься музыкой. Ему повезло родиться в семье музыкантов, где это желание понимали и всячески поддерживали. Однако получить высшее музыкальное образование было непросто. В 1974 году юный аргентинец Эмилио Каудерер приехал в Украину за своей мечтой – стать музыкантом. Его, как одного из успешных стипендиатов, ждала Национальная музыкальная академия имени Чайковского. Это было очень тяжелое время. Умер Сальвадор Альенде. Изменился политический режим. Советский Союз устроил конкурс стипендий в Аргентине, и я выиграл одну из них. Для студента консерватории начался новый этап жизни. Помимо музыкальных гамм, он постигал особенности жизни в незнакомой стране. Именно в Киеве Эмилио Каудерер нашел первых студенческих друзей и первых истинных наставников. Я был смущен, ведь ничего не знал о стране и жизни населения. О моей стране тоже мало знали. Одногруппники спрашивали, есть ли у нас комары, доводилось ли мне пробовать картофель. Они очень удивлялись моим рассказам, ведь моя страна Аргентина и правда очень далеко. Но я очень радовался тому, что получил шанс учиться в Украине и стать хорошим музыкантом. Одним из главных наставников Эмилио Каудерер в Киевской консерватории стал заслуженный артист Украины Валерий Сагайдачный. Имя этого украинского пианиста занесено в книгу 2000 выдающихся музыкантов 20 века. Именно под его руководством Каудерер раскрыл свой артистический потенциал. Другим учителем аргентинца стал украинский композитор и пианист Александр Каннерштейн. Я очень рад, что учился у Валерия Сагайдачного. Это был замечательный педагог. Он умел так объяснить сложные вещи, что они казались простыми. Он проводил дополнительные часы со мной за этим самым пианино и показывал мне, как нужно слушать концертный зал и как доносить звук даже до дальних рядов, до галерки. Ведь во время концерта весь зал должен быть заполнен звуками пианино. Кроме того, я имел счастье учиться дирижировать у Александра Каннерштейна. В свое время он был концертмейстером у Ростроповича. Позже они стали хорошими друзьями. Это был прекрасный человек. Он научил меня дирижировать на одном дыхании с оркестром, буквально дышать в унисон. Вернувшись в родную Аргентину, Эмилио Каудерер начал создавать авторские камерные произведения. А позже основал собственный духовой квинтет «Донсон». В 1980 году композитор начал сотрудничать с аргентинскими кинематографистами. Тогда Эмилио написал музыку к фильму «Дискотека любви» режиссера Адольфо Аристарайна. Все зависит от сценария. Если история фильма сильная, легко сочинить музыку. Ведь понятные эмоции, которые передает лента еще на стадии сценария. Соответственно, нетрудно подобрать музыкальные идеи к фильму. А если сценарий не очень хорош, что ж, я просто не берусь за эту работу. однако в прошлом мне доводилось работать над музыкой к фильмам, которые мне не очень нравились, и это было достаточно трудно. Музыка создается на стадии сценария, а не после того, как фильм готов. на стадии сценария, это было не очень приятно. Эмилио Каудерер проявил себя и как автор мюзикла. Его мюзикл «Рождество Пакита» был выполнен оркестром Вашингтонской оперы под руководством автора. Кроме того, симфонические произведения Каудера развучали в исполнении Национального симфонического оркестра Аргентины, Лондонского симфонического оркестра, а также исполнялись на сцене филармоний Лондона, Парижа и Лос-Анджелеса. Талантливого композитора заметил Голливуд. Эмилия Укаудерер стала автором музыки Каскароносной ленте «Секрет в их глазах» и многих других кинофильмов. «Секрет в их глазах» «Секрет в их глазах» Это место огромной конкуренции. Люди приезжают со всего мира в надежде показать себя. С одной стороны, это командная работа. С другой, каждый хочет командовать и рассказать тебе, что делать. Работа там очень отличается от Европы или Латинской Америки. Мне важно почувствовать единение с историей. Если это мощная идея, мне в голову сразу приходят подходящие мелодии и настроения. Важно понимать, будет ли это ретро-фильм или современная история. Каждому фильму я ищу свой подход. Надо оставаться в верном своей мечте, своей страсти, своему стилю. Важно, чтобы профессия делала тебя счастливым. Несмотря на головокружительную карьеру, Эмилио Каудерер не забыл родную Киевскую консерваторию. В 2019 году посол Аргентины в Украине Элена Летисия Микусински организовала приезд музыканта в Украину. Тогда ведущий композитор с мировым именем сам не ожидал, что спустя 40 лет после своего выпуска ему доведется ощутить столь сильные эмоции. Я не ожидал, что приезд сюда произведет на меня такое ошеломляющее впечатление. С момента, как мой самолет приземлился, я испытываю это волнующее чувство. Я ехал и разглядывал улицы, многие здания, проспекты совсем не изменились, и это прекрасно. Некоторые города слишком быстро перестраиваются и теряют свое очарование. Подол остался таким, как я его помню, ярким и полным счастливых эмоций. В стенах родной консерватории Эмилио Каудерер провел творческие встречи для украинской молодежи, а также посетил Киевский национальный университет театра и кино имени Карпенко-Карова, где также провел мастер-класс для студентов и преподавателей. Я зашел в свой родной класс, я сыграл на пианино, а студенты, которые были там, сыграли затем для меня. Это было очень приятно. Мастер-класс тоже прошел очень хорошо. Я был взволнован вопросами, которые мне задавали. Мне хотелось дать честные ответы и вдохновить их личным опытом. В университете театра и кино имени Карпенко-Карова композитору вручили «Скифского оленя». Этот приз Киевского кинофестиваля «Молодость» за вклад в мировое киноискусство раньше вручался многим кинорежиссерам, сценаристам, а также актерам с мировым именем, как, например, Софи Лорен и Роман Полански. Однако впервые статуэтку за вклад в современное киноискусство получил композитор. Я буду всю ночь рассматривать эти награды. Я тут почти не спал со времени приезда. Эмоции переполняют меня. Я очень хочу вернуться снова и, возможно, поработать над украинскими фильмами. Ведь в них душа людей, а люди здесь замечательные. Я тут как дома. По возвращении Эмилио Каудерера ждет работа над одним документальным и тремя художественными фильмами. Один — это триллер, другой — романтическая история. Над документальным фильмом я работал в самолете, когда сюда летел. Для меня важна эмоциональная составляющая истории и хороший сценарий. Кроме того, я должен понимать, какой личный вклад могу сделать в эту историю. Мое самое главное достижение — то, что я в итоге занимаюсь любимым делом. Самое важное в жизни — выбрать то, что ты любишь, и полюбить то, что делаешь. Среди моих коллег и друзей много знаменитостей, но не все они наслаждаются профессией. Они страдают. Прогулка по киевским улицам и родным залам консерватории, возможно, станет новым источником вдохновения для музыканта. И уж точно вдохновит на новое путешествие. Я хочу вернуться сюда. Я очень взволнован моим приездом в Украину. Я не ожидал, что почувствую себя тут как дома. Киев такой красивый. Да, я люблю Украину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!